Настолько красиво, настолько здесь светло и ярко. Я не могу передать это словами, ребята. Вы это можете просто смотреть сами, своими глазами. Приветствую всех. Приветствую, кто первый раз на этом канале. Меня зовут Ренат, я бывалый путешественник. Я посетил более 20 стран. Здесь я нахожусь на Филиппинах сейчас. Нахожусь на острове Панглау. Но в чем суть моего блога? О чем я вообще разговариваю? Я разговариваю не только о своих мыслях, о своих достижениях. И рассказываю, показываю, ну и собственно подсказываю каждому из вас, кому хочется начать жить самостоятельно, кто захочет взять ответственность за себя, кто хочет отправиться в свободный путь, отправиться туда, куда ему никогда не получалось пойти, потому что он всегда сомневался в том, что у него может быть что-то получится по жизни. Просто отправиться в путешествие. На какой срок, да не важно. Хотя бы просто переместиться куда-либо из своей страны. Где ты сейчас живешь, это тоже не имеет никакого значения. Важнее то, что ты хочешь сейчас. Сегодня утро, среда, 8 утра. Я прогуливаюсь, как обычно, по пляжу Бахол. Сейчас немноголюдно, потому что еще только 8 утра. Многие приходят, такие как девчата, но видно, что они не филиппинки, а скорее всего, либо европейки, а может и русские. Не фотографироваться на качельках или на гамаках под пальмами для инстаграм. Что касается здесь местных филиппинок. Каждый день я, переписываясь буквально пару слов на Тиндере или на Баду, уже заметил такую тенденцию. Тенденция такая, что практически я уже выявил схожесть наших девчонок, русских девчонок, вообще с филиппинками. Такое ощущение, что они разбаловались. Разбаловались именно местными и разбаловались иностранцами. Местные парни, они, я смотрю, не особо хотят жениться на них. Они просто пользуются ими. Ну, таким образом, знаете, может быть. Вот, смотрите, девчата. Доброе утро! А, да я даже это, так сказать, угадал, что это девчонки либо европейки, либо русские. Оказывается, так и есть. Русские девчата. Сейчас подойдем, познакомимся. Вы здесь, в этом? Нет. Нет? Мы вот там. А-а-а. Это гостиница, а вы? А я чуть дальше туда. По этому пляжу, да? Да, по этому пляжу. Там дальше вилла. В эту сторону еще не ходили. А там дикие пляжи. Здесь самый лучший пляж. Вот тут Бахол. Я прихожу сюда каждое утро. Плаваете или просто гуляете? Плаваю, гуляю, записываю влог на YouTube. Живете? Нет, не живу. Я здесь первый месяц только. Да, путешествую. А, на Филиппинах? На Филиппинах, да. А, в Азии. Вообще, в Азии, я на Шри-Ланке был, я зимовал, получается. Потом в Малайзию переехал, месяц побыл. И с Малайзии сюда, на Филиппины. И как у вас сравнение с Малайзией? Сравнение Малайзии, она такая больше похожая, что-то смесь Таиланда, Вьетнам, там, ну, все такое. Китай, тот же самый, можно смешать. Ну, там мало таких мест, вот, островов, чтобы можно было купаться. Хотя есть. Я там один город посетил, можно было отправиться на остров, но это нужно, блин, постоянно за паром платить. То есть, невыгодно. Не, 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 на Лангаве я не попал. Я был Котакинабалу, оттуда и стартанул, сюда, на Филиппины, в Манилу. Котакинабалу, там, получается, типа, как Мальдивы. Там есть острова и такие домики, прям, на воде. Вот, вот, классно. Да, меня, кстати, Ренат зовут. Наташа. Очень приятно. А вы откуда? С России? Вообще, мы живем в Гонконге. О, ничего себе, в Гонконге. Вообще из России, да. Вообще из России. Очень приятно. Папа англичанин. Папа англичанин. А, понятно. Так что я здесь жила в России. Мы здесь просто на каникулах. На каникулах? Пасхальные каникулы. В школе каникулы. Очень классно. Да. Нам здесь больше нравится, чем в Таиланде. В Таиланде как-то вот немножко погрязнение. Я не был, вот честно скажу, я не был в Таиланде. У меня был путь туда, но он резко поменялся. Я хотел сначала в Вьетнам полететь со Шри-Ланки. А меня развернули, получается, в аэропорту. Я визу сделал, но ошибку совершил. Меня в Кулампуре оставили. Пришлось в Малайзии остаться. А так путь был в Вьетнам, потом Таиланд. Уже билеты были куплены. Хорошо этот обратный... Ну, то есть билеты я отменил. И возврат денег был. А, хорошо. Там более добрые люди. Они более улыбчивые. Ну, нам вот тоже Сри-Ланку очень понравилось. Хотя там грязнее. Там более как-то... Да, это же более похоже на Индию. Там меньше цивилизации. Да, ну вот нам очень понравилось. Да. Папа наш. А, это папа. Понятно. Мы там проторчали, когда ковид начался. Мы там... Получилось так, что мы там застряли. Мы были на Мальдивах. Потом через Мальдивы летели назад в Китай. Через Шри-Ланку. И на Шри-Ланке мы застряли. Потому что мы не хотели возвращаться в Китай. Там ковид только начинался. Все это было очень опасно. И мы там на полтора месяца застряли. Нам очень понравилось. Мы прям... Даже не хотелось уезжать. У меня слезы на глазах наворачивались, когда мы уезжали. Нам так там было. Прикольно. Да, да. Это мой муж Дарал. Ренат. Привет. 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 Я канал Ютуб. Ютуб-канал. Тревел-влог. Услышали, наверное, речь в русскую. Сразу же так поздоровались. А я уже не первый раз встречаю русскоязычных. Я так же почти каждое утро хожу, снимаю видео. И тоже ко мне подходят. О, здравствуйте. Какой у вас канал здесь? Идущий туда. А я думала, вы с кем-то разговариваете. А, нет. Я уже перестал там с кем-то транслировать. А тут я в шоке, он на полунице сам будет. А, сей. Ну, ну, ну. Влог, влог мой. Идущий туда, подписывайтесь, смотри. Идущий туда? Да. Идущий туда просто. Поиск ведь. Идущий туда, там, Филиппины можете добавить. В принципе. Сейчас уже показывает Филиппины 2023, и там уже выходят ролики мои. Идущий туда. Знаете, посмотрим. Ладно. Еще увидимся. Увидимся, да. Все, спасибо. Бай-бай. До свидания. Вот такие дела. Смотрите, друзья мои. Я специально, видите, такой контент вам заснял сейчас общение. В Гонконге живу, да? Представьте себе. В Гонконге были на Филиппинах. Сюда прилетели на каникулы. Им здесь больше понравилось. Ну, почему? Вот, допустим, я много людей встречал, что те, которые где-то были в Таиланде, вот как они говорят, в Таиланде, и им не зашли. Вот, Таиланды. По-моему, из-за того, что там просто распиарено и уже многолюдно. А здесь как-то больше, ну, начали такое спокойствие. Вот этот пляж, кстати, который я вам постоянно показываю, он такой, знаете, закрытый, да? Сюда мало местных пускают, местные чуть дальше там отдыхают на Дюмалонге. А здесь можно реально почерить, вот на кроватке, на гамаке полежать. Так что, я так смотрю, сюда приезжают вот как раз-таки иностранцы. Иностранцы и, видите, русскоговорящие. Девушка вышла замуж за англичанина. И это, получается, дочь тоже на русском разговаривает неплохо. И, блин, я вот, честно, вот такие встречи замечаю уже не первый раз. У меня был тогда ролик, я встретил тоже здесь вот там семью, женщин, мужчин. Они из Германии, тоже русскоязычные. Они говорят, мы из России, ну, в Германии, короче, проживаем. И сюда на Филиппины отдыхать приехали. Вот такие дела. Да, кстати, что я хотел сказать-то в начале этого ролика по поводу того, что там на Тиндере, да, общение и филиппинки разбавлены. Так она и есть. Они больше такие, знаете, ну, ждут богатого европейца или русского парня, который возьмет их жены, женится, народят детей. А, как правило, все филиппинки, да и филиппинцы, они мечтают быть светлее. То есть светлее, светлее, то есть они им, ну, вот своя вот филиппинская раса. Но это не всем, я не скажу, что все. Есть часть филиппинок, которые, ну, реально, вот внутри у них свой менталитет, да, они вот свой патриотизм, они еще не испорченные, так сказать, телевизором и социальными сетями. И вот они выходят замуж за своих, за филиппинов. Выходят, женятся, в принципе, живут. А вот часть, которая хочет просто измениться, часть хочет поменять пол. И они меняют пол, свободно здесь с этим проблем нету. Кто-то ждет европейца, знакомятся, сразу же говорят, мне нужны серьезные отношения, направо-налево не хочу ходить. Как правило, сейчас уже меньше стало таких, которые просто хотят свободной любви, там, на пару раз. Если такие есть, но это надо в клабах искать, там, в кафешках каких-то заведениях. И тогда, в принципе, нормально будет. А так, я вот говорю, вот такая часть прослойки здесь филиппинок, они больше ищут мужчин, чтобы на долгий срок, на серьезные отношения родить от него. Подвязать его на бабки, чтобы он платил, содержал, ну и все такое. Это, в принципе, нормальная практика, уже давно на Филиппинах. Так, друзья, ну все. Я буду каждый день вот приходить на пляж, может, с кем-то буду знакомиться, встречаться, записывать, вот эти вам ролики показывать. Будет вам интересно и полезно смотреть и видеть новых друзей, с кем можно здесь увидеться. Если тебе это зашло, ставь лайк, пиши комментарий, если не зашло, можешь пропустить этот ролик, подписываться, не подписываться, твое дело. Оставлять ли тебе вознаграждение или какое-то пожертвование или поддержку в мой адрес, то тоже твое личное дело, твое волеизъявление. Все реквизиты будут под этим роликом. Подписывайся на телеграм-чат, там я общаюсь каждый день, задавая вопросы, которые тебя волнуют по именно странам Шри-Ланка, Филиппины, Турция, Грузия и Чернодара. Я могу тебе посоветовать много чего. Всем остальным пока!